МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Гомель помнит. 26 ноября в областном центре отмечали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Петриков хорошает на глазах. В городе проведена, пожалуй, самая масштабная за его многовековую историю реконструкция. Бояться не нужно, нужно знать. Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом приурочено наше воскресное интервью. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Военно-историческая реконструкция, уникальная газета 43-го года, митинги и торжественное собрание. В эти дни, 76 лет назад, несколько райцентров и Гомель были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Самые массовые мероприятия, соединившие в себе грусть утраты и радость свободы, прошли в областном центре. В основных приняли участие и наши корреспонденты. Марина Джалая с подробностями. 24 ноября. Воскресенье. Событие 76-летней давности восстанавливает военно-историческая реконструкция освобождения Гомеля. По традиции, веко честь мундира организовала ее на Роповском озере в Любинском микрорайоне. Свидетели аналогичные в минувшем году помнят, сугробы тогда были по колено. Нынче с погодой повезло больше. На мероприятие пришли и приехали сотни людей. Тем более, в этом году зрителей было чем удивить. В распоряжении реконструкторов оказалась вновь приобретенная техника. Несколько минометов и танк. Мероприятие самое крупное в Маснагомиевской области, ежегодное мероприятие, которое проходит. Поэтому мы трое суток уже здесь находились в поле, уже и в палатках, и завозили технику. Труд очень сильно, честно сказать, титанический, но в результат он оправдывает все положения. 25 ноября. Во всех районах города проходят торжественные митинги на мемориальных комплексах. Один из них – на Аллее Героев. Ветераны вместе с молодежью в специальную капсулу насыпали землю, собранную с мест воинских захоронений четырех районов Гомеля. Затем ее передадут в Минск, где в мае пройдет республиканская акция во славу общей победы. Такая у меня волнительная миссия – я должна насыпать землю в эту общую капсулу, землю, взятую с братских захоронений, политую горячей кровью наших защитников Родины. Торжественное мероприятие в этот день прошло и на Кургане Славы. Он был создан в 60-х годах прошлого века. Тогда местные жители приносили землю из мест, где проходили бои. 14 лет назад эту традицию восстановили с помощью гражданско-патриотической акции «Беларусь – земля славы ратной». За это время в ней приняли участие более 12 тысяч человек, которые привезли землю из 500 памятных мест. От имени администрации Советского района я выражаю глубокую благодарность и признательность всем фронтовикам, партизанам и подпольщикам, работникам тыла и ветеранам труда, всем тем, кто спас наш город от фашизма и помог его восстановить. 26 ноября – День освобождения Гомеля, митинг у мемориала «Вечный огонь», торжественное собрание, праздничный концерт, открытие новой экспозиции в Музее военной славы, печатный раритет. Ученики 25-й школы Гомеля во время торжественного мероприятия знакомятся со статьями газеты «Правда», выпущенной 27 ноября 1943 года. Ее издали на следующий день после того, как областной центр освободили от фашистов. Уникальный экземпляр попал в администрацию железнодорожного района Гомеля от коллекционера, и руководство решило, что своими глазами увидеть исторический артефакт должны все желающие. Журналисты во время Великой Отечественной войны делали очень много, оставляя след на века. То есть так передать историю, которая была, может, с такой душой, болью и силой, которую мы читаем в этой газете, может, только человек, который это видел. В Музее военной славы открывается выставка, посвященная 75-летию Победы Великой Отечественной и годовщине освобождения Гомеля. В экспозиции, которая будет работать в течение нескольких месяцев, боевое оружие, нагрудные знаки и награды, редкие документы и военная форма разных периодов войны. Часть этих экспонатов в разное время передали жители Гомеля. Благодарности Верховного Главнокомандующего, своему отцу и его родному брату, Зинаида Гатальская хранит как самые дорогие реликвии. В Красную Армию их призвали в 43-м. Оба вернулись домой живыми, чтобы начать новую мирную жизнь. Уже их нету живых с возрастом, но очень я благодарна, что вот такое произошло. Я имею в виду, что вот он, как честный солдат, сжигал, как говорят, и до Берлина дошел. Самый торжественный аккорд этого дня – митинг на площади труда и собрание в общественно-культурном центре. Звучат воспоминания, слова благодарности и признательности ветеранам. Увы, комендантский час, гетто, лагеря смерти – эти понятия навсегда остались в памяти поколения 40-х. За время оккупации в Гомеле погибли почти 150 тысяч человек. За 76 лет благодаря работе гомельчан практически полностью разрушенный город восстановился и сейчас по праву считается одним из лучших в Беларуси. За последние 7 лет он 4 раза становился лучшим областным городом страны по благоустройству. Дважды был занесен на областную доску почета как победитель соревнования по социально-экономическому развитию. Марина Джалая, Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Вопрос заготовки кормов на зимний период рассмотрели участники заседания Гомельского облсполкома. Второй год подряд в регионе отмечаются длительные засушливые периоды, что не способствует достижению запланированных показателей. Как результат, на 28 ноября соответствующее задание было выполнено лишь на 81%. Это почти на 135 тысяч тонн меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Каким образом такая ситуация повлияет на надои и привесы, сегодня не прогнозирует никто. Но очевидно, что надежды на традиционные кормовые культуры себя уже не оправдывают. За последние десятилетия климат изменился настолько, что в Беларуси даже появилась новая, так называемая «четвертая климатическая зона», которая характеризуется высокими температурами. Сейчас она охватывает практически 80% территории Гомельщины. Необходимо внедрять новые виды засухоустойчивых культур, среди которых, например, проса, сорго-суданковый гибрид, пайза. Также в повестке дня заседание облсполкома «Вопросы энергосбережения и развития туристической отрасли». На этой неделе в Гомеле прошло выездное заседание коллегии Министерства спорта и туризма. Его участники обсудили перспективы подготовки спортивного резерва. Повышенное внимание к этому вопросу объясняется снижением результатов выступлений спортсменов области. Исключением являются, пожалуй, только команды погребли на байдарках и каное, которые приносят в копилку региона почти половину наград. По мнению министра спорта и туризма, основная проблема связана с отсутствием преемственности. В частности, Сергей Ковальчук считает необходимым детально проанализировать причины, по которым перспективные юные спортсмены редко попадают в более старшие категории – молодежную и взрослую. Сегодня в Беларуси отмечается День юриста. Судьи, судебные исполнители, нотариусы и адвокаты. В Гомельской области работают около 500 специалистов. Накануне профессионального праздника, во время торжественного собрания, многие из них получили заслуженные благодарности и грамоты. Эта профессия предъявляет к человеку особые требования. Высокий интеллект и широкий кругозор. Аналитический склад ума. Честность и неподкупность. Именно от компетентности и принципиальности каждого из юристов зависит верховенство закона и стабильное развитие общества. При этом, защищая государственные интересы, они не должны забывать и о нуждах людей. Оказать квалифицированную помощь человеку в решении его конкретных проблем – приоритетная задача. В Петрикове подошла к концу реконструкция. Самая масштабная за его многовековую историю. Конечно, еще остаются точечные работы. В основном это касается объектов улично-дорожной сети. Однако подводить итоги можно уже сейчас. Всего за несколько месяцев небольшой районный центр изменился до неузнаваемости. Приведены в порядок фасады зданий, отремонтированы учебные заведения, благоустроена центральная площадь и городской парк. Появились новые места для отдыха и занятий спортом. В Петрикове побывал Дмитрий Котов и увидел, каким стал город. К выполнению масштабного комплекса работ в Петрикове приступили в апреле. Над новым обликом города трудились сотни строителей, дорожников и коммунальников. К реконструкции готовились, ожидая ли реконструкцию, как ждали, так и было беспокойство. Потому что предстоял очень большой объем работ и предстоял объем работ по замене инженерных сетей в городе. Было заменено в ходе работ порядка 4 километров сетей водопровода, более километра сети центральной канализации. Поэтому выполняли работы, думали, старались и выполнили работы. Также, чтобы в процессе производства всех этих работ наши люди не остались на какой-то длительный период без воды, без канализации. Это была главная забота, так сказать, и мы с ней справились. Несколько напряженных месяцев и реконструкция практически полностью завершена. Остаются только небольшие участки. К примеру, вот этот на пересечении улиц Гагарина и Коммунальный. Здесь готовят площадку под новые парковочные места. Сейчас транспорта у людей много частного. Плюс в город сейчас прибывает много людей, которые заняты на строительстве и в дальнейшем будут работать на Петриковском калийном комбинате. Количество транспорта увеличилось, транспорт требует размещения, поэтому в городе появилось очень много парковок. Финальные штрихи наводят еще на нескольких улицах райцентра. Полностью работы по ремонту улично-дорожной сети завершат в декабре. 60% они завершены. Сейчас мы заканчиваем придомовые территории, заканчиваем текущий ремонт улиц по городу Петриково. Ну там остатки остались. И завершаем. Вот подписи буквально вчера мы подписали областного ГАИ заключение по нашим улицам, где мы работали. Улица Иромайская, улица Гоголя. Однако основные работы уже завершены и можно делать выводы. Петриков изменился кардинально. Отремонтированы объекты жилищного фонда, благоустроены дворовые территории, места отдыха. Огромная работа проделана в учреждениях образования. В общей сложности капитальный ремонт произведен на восьми объектах. К примеру, в Петриковской школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи отремонтированы первый и второй этажи, спортивные и актовые залы, столовая, снесены неиспользуемые сооружения, закуплено новое оборудование. Стала более современная школа, более комфортная, более уютная. Стало больше возможностей для образовательного процесса, для коррекции нарушений наших детей. И стало нам понятно, что в современных условиях, в современной технике работать стало легче, удобнее и приятнее. Масштабные преобразования затронули и Петриковскую центральную районную больницу. На выделенные средства были выполнены ремонтные работы текущими ремонтами, выполнено благоустройство территории больницы, выполнены ремонтные работы первого и второго терапевтического отделения, заменена мебель, приобретены также оборудование, это УЗИ-аппарат новый и наркозно-дыхательный аппарат. Также выполнены ремонтные работы поликлинического отделения, первый и второй этаж. И немалую, так скажем, работу выполнили и хозслужба наша, которая выполняла ремонтные работы стоматологического корпуса. Позаботились в Петрикове и о местах для отдыха горожан. Модернизировали городской кинотеатр «Беларусь», отреставрировали три зала, закупили цифровое оборудование, установили современную звуковую систему, новые диваны и кресла. Также изменения коснулись и центрального парка. Здесь появились новые пешеходные дорожки, зоны отдыха, детская площадка. Украшением парка стали деревянные скульптуры, созданные во время конкурса «Ожившая старина». Позаботились и о гостях города. Городская гостиница – здание старой постройки, которому давно нужен был ремонт. Здесь полностью заменены все инженерные коммуникации, произведены отделочные работы, заменены окна и двери. 20 номеров стали комфортными и уютными, соответствующими всем современным стандартам и требованиям. Один из номеров, к слову, предусмотрен для людей с ограниченными возможностями. Там созданы все условия для таких людей, в том числе на входе в гостиницу имеется подъемник, чтобы люди могли беспрепятственно перемещаться в здание гостиницы из него. Постепенно, уже после долгого ремонта, практически в течение полугода, гостиница начала функционировать, появляются первые посетители, объект входит в свою повседневную работу. Не забыли во время реконструкции Петриковой и про спортивные объекты. История этого стадиона, к слову, довольно непростая. Реконструкцию пытались организовать неоднократно, но не хватало средств. Решающим стал нынешний год. Дети очень рады, они ждут, не дождутся того момента, когда им можно будет уже здесь заниматься. Футбольное поле с искусственным покрытием, тренажерные залы, беговые дорожки, сауна и гостиница. Получился целый новый спортивный комплекс. Очень рады, так как давно нуждались в таком здании, в таком стадионе. Это для наших горожан просто подарок. Подарок, которого очень давно ждали. Реконструкция в Петрикове прошла на славу. Строители, дорожники, коммунальники – все трудились на совесть. Теперь главное – беречь этот подарок, гордиться своей малой родиной и заботиться о ней. Город очень преобразился по сравнению с тем, что было. Мы давно уже ждали этот ремонт. Вот он наступил. Ощущаешь, как будто приезжаешь в Новый год. Некоторые приезжают, мы, друзья, коллеги, не взрываем. И мы очень гордимся нашим гордым, потому что у него есть большое будущее. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, Новости недели. День борьбы со СПИДом отмечается сегодня во всем мире. Всю неделю и в нашем регионе проходили профилактические акции и флешмобы, задача которых в очередной раз обратить внимание на актуальную проблему. А еще подчеркнуть – вирус не приговор. Знать свой ВИЧ-статус – элементарная забота каждого о собственном здоровье. Свежую статистику и актуальную тему обсудим в нашей традиционной рубрике «Интервью». Сегодня в Гомельской области проживает более 8 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ростислав Николаевич, давайте прокомментируем эту цифру и заодно расскажем о том, в каких населенных пунктах инфицированных случаев больше всего. Да, Александр, на сегодняшний день в области проживает более 8100 человек, у которых установлен ВИЧ-статус. Если говорить немножко о статистике, можно сказать, что мужчин среди них 60% преобладает половой путь передачи. Если говорить о возрастном составе, то на сегодняшний день более 50% случаев вновь выявленных ВИЧ-инфекций регистрируется в возрастной группе более 40 лет. Что касается территорий, на которых наиболее высокая заболеваемость ВИЧ-инфекции, то это те территории, на которых 10-15 лет назад были первые случаи связаны с употреблением инъекционных наркотиков. Это Светлогорский район, это Жлобинский район, Октябрьский район. Говоря про 8 тысяч с небольшим, стоит отметить, это значительная часть ВИЧ-инфицированных в Беларуси. Ну, если говорить по статистике, то на сегодняшний день это порядка 35% всех случаев, которые зарегистрированы ВИЧ-инфекции в республике. И еще о группе риска 40+. Яркий пример в тему. В 2019-м самому пожилому жителю области, у которого был обнаружен ВИЧ-77. О чем этот звоночек? К чему должен подтолкнуть и органы профилактики, и общественные объединения, и каждого из нас? Ну, я хочу сказать, что группами риска, в принципе, остаются те группы, которые были ранее. В первую очередь, это потребители инъекционных наркотиков. Во-вторых, это люди, которые практикуют коммерческий секс. Вот с этими группами риска, в первую очередь, занимаются общественные объединения. Это тот же Красный Крест, это позитивное движение, это объединение встречи. Потому что это закрытая группа. Если говорить о возрастных, то я уже сказал, что наиболее высокая заболеваемость регистрируется возле 40 лет, и половой путь здесь преобладает. Поэтому здесь, на сегодняшний день, с учетом вот этой ситуации распространенности по районам, значит, исходя из анализа, было принято решение провести исследование населения по различным возрастным группам на различных территориях, для того, чтобы максимально выявить возможные новые случаи ВИЧ-инфекции. И данная программа реализуется в общей стратегии всемирных организаций здравоохранения. Есть такая стратегия, она звучит 90-90-90. Как это расшифровывается? 90% ВИЧ-инфицированных должны знать свой статус, то есть должны быть обследованы. 90% из числа выявленных должны получать адекватную антиретровирусную терапию. И 90% из тех, кто получает антивирусную терапию, у него не должна определяться вирусная нагрузка. То есть человек практически по результатам такого лечения становится безопасным для окружающих и получает возможность полноценно жить. У него сохраняется длительный иммунитет, и люди с такими показателями живут более 20 лет. Недаром в информационной стратегии по работе с ВИЧ, которая разработана и действует в нашей стране, подчеркнута эта тема, касается даже тех, кого не касается. Как объяснить каждому необходимость сдачи теста на ВИЧ? На сегодняшний день, наверное, уже то время, когда надо признать, что ВИЧ-инфекция из знания статуса по ВИЧ-инфекции должно быть, наверное, приниматься как человек, который должен знать свой сахар в крови или артериальное давление. То есть это элементарная забота о собственном здоровье? Да, которая позволит обезопасить себя, во-первых, если какое-то было рискованное поведение. Ну и, соответственно, если в случае выявления уже подтверждения ВИЧ-инфекции, самое главное здесь своевременное начало терапии. Как определиться, тест по крови или экспресс-тест по слюне? Информативность теста по слюне очень высокая. Но на сегодняшний день для того, чтобы окончательно определить, есть ли у человека ВИЧ, и подобрать терапию, значит, даже если есть положительный тест после слюне, необходимо подтверждение теста по крови. Потому что это не тест одного раза, здесь предусмотрены исследования в различных лабораторных вариантах. То есть для того, чтобы подтвердить, обычная процедура проходит в три теста. Как быть тем, у кого все-таки подтвердился ВИЧ-статус? Ну, первое, что на сегодняшний день хочу сказать, что ВИЧ – это не приговор. Я уже говорил, что с адекватной, вовремя начатой терапией люди живут более 20 лет. Первое, что нужно сделать – это обратиться к медику. Где будет назначена адекватная терапия, будут даны рекомендации, и, соответственно, человек будет осуществляться и будет находиться на диспансерном наблюдении. Подчеркнем, что и тестирование, и такого рода обращение – это бесплатно и анонимно. Да, на сегодняшний день пройти тест на ВИЧ можно анонимно в любом медицинском учреждении и бесплатно. Достаточно будет оставить только, указать дату рождения и указать пол. Все. Спасибо за это полезное интервью. Успехов в делах, здоровья и до встречи в эфире. Спасибо. Как противостоять болезни, как подавать информацию о ней, и почему каждому так важно знать свой ВИЧ-статус. Касается даже тех, кого не касается. Актуальную тему продолжат мои коллеги и гости студии телерадио компании «Гомель» в ток-шоу «Главная тема». Смотрите программу 4 декабря в 19.20 на Беларусь4 «Гомель». На следующей неделе в «Гомеле» состоится 14-й международный фестиваль «Славянские театральные встречи», который соберет творческие коллективы из четырех стран. Фестивальные спектакли пройдут на сценах областного драматического и городского молодежного театров, а также Государственного театра кукол и городского центра культуры. В конкурсной программе около 10 постановок. Яркой частью форума станет празднование 80-летия главного театра нашей области, который состоится 6 декабря. Кстати, в преддверии фестиваля молодежный театр успел порадовать гомельчан премьерой. Детективом – последнее дело инспектора Рафинга. Подробнее об этом и других культурных событиях недели расскажет Анна Корольчук. Раньше в Вене вы работали гувернанткой в доме Клипштейнов. Это так? Допустим. Почему вас уволили? Меня не увольняли, я ушла. Почему? Молодежный театр в Гомеле представил премьеру детектива «Последнее дело инспектора Рафинга». По сюжету в уединенной особня, где проживают пять женщин, приезжает инспектор, который должен выяснить, что произошло в доме – убийство конюха или несчастный случай. Поскольку посторонних в особняке не было, преступление могла совершить только одна из женщин. Чем ближе дело к развязке, тем запутаннее ситуация. Создатели утверждают, даже искушенный любитель детективов до финала не сможет угадать исход дела. Что такое экспонат? С одной стороны, это простой предмет, который когда-то служил человеку в быту. С другой стороны, необычный. Ведь он избежал участи большинства ненужных вещей. Перестав им пользоваться, человек принес его в музей и подарил ему новую жизнь. Таких настоящих волшебников, музейных дарителей, чествовали на этой неделе в Музее истории города Гомеля. Эти люди смогли разглядеть за скромной внешностью предметов их историческое обаяние. Участники встречи познакомились с выставкой экспонатов музейных золушек, большинство из которых были современниками исторических событий XX века. Каждый год фонды музея пополняются новыми артефактами и документами, которые дарят неравнодушные гомельчане. В Центральной городской библиотеке имени Герцена подвели итоги конкурса «Гомель в сердце моем». Он проходил в трех номинациях – лучшие эссе, фотографии или видео, которые отражают историю, культуру и архитектуру Гомеля. От людей разных профессий и возрастов поступило 360 творческих работ. Компетентное жюри под руководством члена Союза писателей и театральных деятелей Республики Беларусь Василия Ткачева определяло победителей в двух возрастных категориях – дети и взрослые. Их наградили дипломами, подарками и читательскими билетами сети библиотек города Гомеля. Бенефис заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, художественного руководителя и главного дирижера Камерного хора областной филармонии Елены Соколовой прошел в Колледже искусств имени Соколовского. Программу музыкального вечера посвятили знаменательному событию – 30-летию творческой деятельности маэстро. Камерный хор и его художественный руководитель – лауреат и множество международных конкурсов. В 2016 году Елена Соколова была награждена медалью Франциска Скорины за вклад в духовность и культуру Беларуси. Поздравить ее пришли преданные зрители и коллеги – артисты и музыкальные коллективы филармонии. За свое творчество Елену Соколову наградили почетные грамоты областного совета депутатов. Картинная галерея Гавриила Ващенко собрала гостей на новый уютный вечер. Участники встречи за чашкой чая обсудили тайны знаменитых картин – от «Джаконды» до «Черного квадрата». Речь шла об интересных случаях, связанных с известными полотнами и их авторами. Попытки краж и вандализма, легенды и реальные истории шедевров. Насыщенной будет следующая неделя не только у любителей театра, но и у настоящих меломанов. Со 2 по 6 декабря в Гомеле пройдет международный детский конкурс «Музыка надежды». По традиции его лауреаты выступят на заключительном концерте в Колледже искусств имени Соколовского. Звезда латышской сцены, певец и композитор Интрус Бусули с 4 декабря выступит в областном общественно-культурном центре. В репертуаре исполнителя джазовая музыка и поп-классика. Собственные песни он чередует с шедеврами Раймонда Паулса. 8 декабря в Гомельском городском центре культуры пройдет конкурс «Шлягер на гитаре». Его почетным гостем станет заслуженный артист Беларуси, гитарист ансамбля «Песниры», композитор и аранжировщик Владимир Ткаченко. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.